Здравствуйте, я доктор Амина, добро пожаловать на мой канал, где обычно я просто честный по существу говорю об актуальных вопросах дематологии и косметологии. Не так давно я выпустила руководство по уходу за кожей в домашних условиях. Ссылка на руководство в описании. И те мои зрители, которые успели его приобрести, задают один и тот же вопрос. Почему в руководстве нет ни слова о питательных кремах, ведь это всем нам так необходимо? Постараюсь объяснить. Мое руководство основано на бережном подходе к обращению с кожей. И те косметические средства, которые я могу рекомендовать, должны основываться на двух самых важных критериях. Долгосрочные пользы и доказанные эффективности. Такое средство, как питательный крем, не соответствует ни одному из этих критерий. Тот смысл, который обычный потребитель вкладывает в понятие питательный крем, это что-то мифическое. Это то, чего на самом деле не существует. Я знаю, что еще с 90-х наши женщины усвоили незыблемую истину. Очищение, тоник, утром увлажнение, вечером питание. То есть утром кожу нужно напоить, а вечером накормить. На самом деле накормить кожу извне просто невозможно. Все нутриенты кожи, как и любой другой орган, получают из системного кровотока. Чтобы нутриент встроился в метаболические синтетические процессы в коже, он должен попасть в системный кровоток и пройти через целый ряд биохимических преобразований. Он должен несколько раз трансформироваться под действием различных ферментов. Даже если мы обманем кожу и применим что-то вроде липосом для того, чтобы обмануть эпидермальный барьер и протолкнем сквозь какие-то питательные ингредиенты, кожа эта все равно не сможет переварить. Потому что кожа это часть выделительной системы, но никак не пищеварительной. Для построения того же коллагена кожи требуется такое количество и такое разнообразие различных питательных веществ, что крему даже и не снилось. И вы действительно рассчитываете одним граммом крема, в котором питательных веществ от силы 10% накормить около 300 грамм человеческой плоти. Это если считать массу дермы и эпидермиса на лице. Это все равно, что попытаться накормить слона одной единственной вишенкой. И откуда вообще мы знаем, что требуется коже в этот конкретный момент? Той самой коже, в которой за единицу времени протекает огромное количество различных биохимических процессов. Да, кожа умеет запасаться водой, но она не умеет запасаться нутриентами. Кожа сама прекрасно знает, что ей необходимо для построения чего бы то ни было в каждый конкретный момент. И берет она это не извне, а из системного кровотока. В этой связи я бы попросила вас пересмотреть свое отношение к питанию кожи. Питание кожи это в первую очередь то, что вы сами съели. И то, насколько активно и слаженно структуры кожи изъяли это из системного кровотока и пустили на свои синтетические нужды. Все, что мы можем сделать извне для кожи, это создать оптимальный уровень увлажненности и обеспечить кожу информационным питанием. Нормальный уровень увлажненности мы можем дать коже, восстановив нормальный эпидермальный барьер. А информационное питание это сигналы, которые живые структуры кожи получают благодаря тем или иным активным компонентам, которые вводятся в состав косметических средств. И это по сути и есть питанием кожи. И еще один важный момент. Я знаю, как обычный потребитель делит кремы на увлажняющие и питательные. Нет, не по составу, по консистенции. Если крем легкий, значит он увлажняющий. Если жирный и плотный, 100% питательный. Но это далеко не так. Друзья, консистенция крема не имеет ничего общего с питанием кожи. Если крем жирный, это скорее всего обусловлено тем, что в его составе содержится минеральное масло, жирные эфиры, насыщенные жирные кислоты и воски. Это обычный крем экклюзионного действия. Кто не посмотрел мой прошлый ролик о кремах и о кремах экклюзионного действия в том числе, ссылку на ролик я оставлю где-то здесь. Обязательно посмотрите. Именно поэтому питательный крем таким тяжким грузом ложится на кожу. А утром кожа после него такая напитанная-напитанная. Это не напитанность, это банальный отек. Крем просто препятствовал испарению влаги. И вот эта напитанность будет сохраняться до тех пор, пока будет сохраняться этот эпидермальный отек. И дело здесь не в том, что накануне кожа поужинала вкусным питательным кремом. Поэтому питательный крем, как еда для кожи, это действительно что-то очень нужное, крайне нам всем необходимое, но в действительности не существующее. Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Если да, не забывайте поставить лайк и помните, что лайк это виртуальный абсолютно бесплатный эквивалент слова спасибо. Подписывайтесь на канал, если вы еще не успели этого сделать. Нажимайте на колокольчик, чтобы регулярно получать уведомления о новых выпусках. Не забудьте подписаться на мой инстаграм, где я бываю намного чаще, чем здесь, и где я регулярно публикую интересные посты, которые касаются красоты и здоровья. А на сегодня у меня все. Всем пока!